Друзья, большой привет всем! И в этом видео я хочу поделиться с вами своим опытом от японской диеты. И маленькое предупреждение заранее, это мой сугубо личный опыт. Я никому его не навязываю, никому не говорю, что нужно делать так или иначе, что японской диеты нужно или не нужно придерживаться на всё. Во-первых, ваше мнение, ваш мозг, собственно, и ваш организм, который у каждого человека индивидуален. Поэтому, если вы это прекрасно понимаете, осознаёте, то можете продолжать смотреть дальше. Итак, целью моего знакомства с японской диетой в первую очередь было не похудение, как ни странно, но очищение организма. Сейчас объясню. После праздников, соответственно, новогодних и прочих, я чувствовала, что организм мой как-то странно засорился, что я слишком быстро устаю, что я не высыпаюсь, что в целом моё самочувствие, оно достаточно нехорошее. И, ну, конечно, я знаю, что это в первую очередь из-за питания, потому что помню, когда я очень усиленно занималась спортом, я помню, я чувствовала каждые 500 грамм, которые я просто набираю. Я даже когда бегала, мне было тяжело. Поэтому я решила испробовать эту японскую диету, потому что она преподносит себя как, в первую очередь, очищающая желудок, кишечник, так как там нет ни соли, ни сладкого, ни мучного, ничего такого супервредного. И длится она довольно длительный срок, 13 или 14 дней. Поэтому, начитавшись кучу положительных отзывов, я решила, собственно, попробовать. Вот что из этого получилось. Японская 13-дневная диета, та самая, на которой сидела я, график питания у вас чётко-чётко прописан. То есть каждый день вы едите определённые продукты, и вы не завтракаете. То есть у вас получается приём пищи два раза, обед и ужин. Полностью, как я уже сказала ранее, исключается соль, абсолютно вообще во всех видах. Вы кушаете рыбу, курицу, можно есть варёную говядину, но я её не ела, овощные салаты, варёные овощи и яйца. То есть, в принципе, это всё. Всё, и по утрам можно иногда в некоторые дни есть по сухарику. То есть, ну, какие-то там хлебцы диетические со трубями. Всё, и больше ничего. То есть, всё ваше питание, оно строго-строго указано, ну, можно на разных сайтах найти, на форумах про японскую диету. Там всё прописано для каждой диеты, для 7-дневной, 13-дневной, 14-дневной. Всё чётко прописано. И вы ни в коем случае не должны отступать от этих правил, от этого меню. Иначе вам придётся всё сначала начинать. Так что диета, в принципе, абсолютно безуглеводная. И малокалорийная, и малокалорийная до такой степени, что в день у вас иногда, в некоторые дни, выходит меньше 600 калорий. Расскажу вам про минусы этой диеты, с которыми непосредственно столкнулась я. Я честно скажу вам, что я просидела на ней ровно 12 дней, потому что больше я не спалла ввиду физических, так скажем, противодействий моего организма этой диете. Давайте всё-таки с минусов начнём, плюсами закончим. Первый минус – это, безусловно, низкая калорийность. До такой степени низкая, что, ну, если вы человек активный, если вы работаете, ездите на работу, на учёбу, то, боюсь, что вам будет тяжеловато. Энергия тратится, тратится, а новая пища, углеводы для энергии не поступают. И это реально тяжело. Причём я человек пока не работающий, можно сказать, домохозяйка. Мне было тяжело. Я вот поужинаю в 6 часов, и после 6 часов я рву и мечу, потому что я жутко хочу есть. И вот этих углеводов, вот этих калорий, которые вы получаете, вам их не хватает. Ну, конкретно мне не хватало, мне было сложно. Я представляю, если бы я ещё там ходила на какие-то тренировки, если бы я работала, ездила далеко куда-то, я бы вообще, наверное, где-нибудь упала в обморок, это точно. Кроме того, как я уже сказала, калорийность рациона в день в некоторые дни составляет меньше 600 калорий. Опытные диетологи знают, что 1200 калорий вполне достаточно для грамотного, нормального похудения. То есть гармоничного, без срывов, без каких-то особых ограничений. 1200 калорий для женщины. При этом 800 ккал в день – это допустимый минимум, которого хватает только для обеспечения энергии все внутренние органы. То есть если мы получаем меньшие калории в день, наши внутренние органы в один прекрасный день могут просто отказаться работать, потому что отоплива нету, ничего не поступает. Об этом я уже узнала позже, когда уже у меня появились эти минусы. Далее. Что ещё? Почти каждый день в конце диеты, на следующей неделе, на второй, в меню входит яйца. По 2 яйца в день. И в принципе я человек вообще не аллергик. У меня никогда не было ни на что аллергии, ну там, кроме мёда, если переешь, шоколаду, там, ну и всё. И у меня жутчайшая пошла просто аллергия. Я не понимала, что это. И выяснилось, что это яйца. Я исключила яйца после диеты, всё прошло. То есть у меня вот чесались все руки, все ноги, живот. Вы не представляете, это адская пытка. Я даже не могла в душе мыться, потому что вода горячая касалась кожи. У меня всё чесалось, у меня всё было красное. Я реально испугалась, потому что я не знала, что это аллергия. Я подумала, что я, наверное, почему-то больна, боже мой. Но нет. Как выяснилось, эта аллергия была на яйца. Далее. Что случилось на 12 день? В принципе, я была готова завершить диету. Ну, конечно, у меня была слабость. Конечно, я, так скажем, страдала. Но я была очень решительно настроена, так скажем, на очищение своего организма. То есть мотивация у меня была очень сильная. И в ночь с 12 на 13 день у меня заболел желудок. Вы не представляете, это не просто он у меня заболел. Я подумала, что, наверное, меня тошнит. Наверное, я просто хочу, так скажем, кое-куда. Я встала в туалет вот так вот просто как буквы Г, простите. Я не могла разогнуться. Я дошла до туалета и села там на пол и сидела. А муж у меня спал, он не слышал. И, в общем, я даже не знала, что делать. То ли скорую вызывать, то ли еще что-то. Я просто не могла разогнуться. Как найти приступ аппендицита. Вот. Потом я все-таки дошла до кровати мужа. Вот так вот разбудила его. И он реально собирался вызывать скорую, потому что я не могла разогнуться. И такое состояние продолжалось около часа, пока я и, наконец-то, не уснула. Вот. И на утро живот прошел, желудок. И я подумала, ну, у вас нафиг с вашей диетой. Я позавтракала утром кашей овсяной, мюсли. И мне стало гораздо лучше. То есть, я забыла сказать, что еще у вас нет завтрака. То есть, по утрам вы не завтракаете. Вы пьете кофе или чай, и на некоторые дни кушаете хлебец. Все. То есть, а для меня завтрак это просто божественный, на самом деле, прием пищи, который дает энергию на весь день. И на этом моя диета завершилась. И что же случилось? Да. Плюсы японской диеты также, мне кажется, немаловажны. В принципе, они реально помогли наладить мне культуру питания. То есть, я уже, например, не солю так сильно пищу. Так скажем, я ее вообще не солю. А как вы знаете, что чем меньше соли в организме, тем красивее у нас, так скажем, область под глазами. То есть, вы просыпаетесь утром, у вас нет отеков, нет мешков под глазами, ваша личика подтянутая, свеженькая, и все хорошо. Поэтому, в принципе, малое количество соли в вашем рационе, оно пойдет вам только на пользу. Также плюс, наверное, именно в очищении организма. Действительно, я чувствую себя просто как парящая бабочка. Я ничего не могу сказать насчет похудения, но уверена, что 3-4 килограмма я реально скинула. Потому что, на самом деле, я определяю свое похудение так. У меня нет ни весов, ничего такого. Если у меня очень сильно выпирают бедрные кости, то я похудела. То есть, вот так. Если они плохо выпирают, значит, я поправилась. И сейчас они выпирают нормально. То есть, ну, килограмма 3-4, я думаю, скинула. Но мне это было целью. Далее. Девчонки, и может быть даже мальчишки. Если у вас рост примерно как у меня, около 170 сантиметров, и вес меньше 60 килограмм, вам не стоит на эту диету возлагать какие-то надежды на похудение. Вам не нужно сильно худеть вот при таких параметрах. Конечно, если у вас реально есть лишний вес, в принципе, я советую эту диету. Она неплохая. Она налаживает вот культуру питания. То есть, после выхода из этой диеты вы уже как-то будете с осторожностью посматривать в сторону конфеток, шоколадок. Подумайте, блин, столько дней, так скажем, пыток. Я не хочу портить такой результат. Поэтому, девчонки, у кого реально лишний вес, в принципе, я вам советую. Но осторожно. Будьте готовы к тому, что, возможно, вы можете упасть в обморок. Что вы будете чувствовать слабость, головокружение, если вы резко встанете. И подумайте сами, нужно ли вам это. Если вы готовы выдержать ради результата, то, пожалуйста. Кроме этого, не сидите на японке больше заявленного времени. То есть, вы сидите две недели, сказано две недели. Ни в коем случае не сидите месяц. Вы просто себе убьете весь обмен веществ, посадите себе желудок. И больше денег потратите потом на восстановление вашего здоровья. Вам это нафиг не надо. Я не устаю повторять. Все уже давным-давно доказано. Все уже общие известные истины, написанные всеми британскими учеными. Все уже понятно, что для похудения, для очищения организма нужно правильное питание и спорт. При этом лично от себя могу добавить, что спорт должен быть преобладающим. То есть, вы должны заниматься каждый день. Если не по интенсивной тренировке, то хотя бы просто делать элементарную зарядку. Обязательно завтракать. Ну и правильное питание, оно уже всем известно. Там утром углеводы, вечером белки, поменьше сладкого, жирного и прочего. И не голодайте. Вот что я могу посоветовать от себя, если вы не страдаете прям, не знаю, супер лишним весом. Если, конечно, вы действительно чувствуете себя плохо из-за лишних килограммов, то обратите внимание на спорт все-таки. Я считаю, что, например, лучше бега, ничто не сжигает жир, лучше бега. Просто это лично мой мост хэп, бег. И что я могу еще сказать про диеты. Я общалась на одном форуме, так он и называется, японская диета, ВКонтакте, можете зайти посмотреть. Я пообщалась с некоторыми девочками, так скажем, почитала. И поняла, что большая часть, не все, безусловно, но большая часть девочек и женщин, женщины в основном, которые там сидят, они просто ленивые. Они хотят сидеть дома, не поднимая ничего тяжелее кастрюльки. И худеть, сажать при этом свое здоровье. Не заниматься абсолютно спортом, а потом жаловаться, почему моя кожа так обвисла. То есть, честно, мне эти женщины очень не близки, и я не советую вам вступать в их ряды. Правильное питание, спорт, все, что нужно. В целом, конечно, японка повлияла на меня. Поэтому, как я уже сказала ранее, я сейчас питаюсь так очень, так скажем, правильно. Ничего жирного, ничего сладкого, поменьше соленого. То есть, свою, так скажем, пору в пору. В общем, свою роль она сыграла в моем становлении. Поэтому, девчонки, выбор за вами в любом случае, я ничего вам не навязываю. Это был мой личный, не слишком приятный опыт, и вряд ли я захочу им воспользоваться еще раз. Но, так скажем, у нас у всех своя голова на плечах. Поэтому, хотите похудеть, худейте. Хотите набрать массу, выбирайте. Все уже просто, все уже давным, давно всеми учеными доказано. Так что, желаю вам удачи в приобретении, так скажем, красивого тела к весне. И вообще не к весне, надо всегда стремиться к красивому, здоровому телу. И будьте здоровы и счастливы, собственно. Всем пока!